Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, каждый, уверовавший в Бога и признавший Его бытие, должен следующим шагом в своей духовной жизни признать жизнь вечную. Если мы не верим в то, что за гробом существует жизнь, то мы не можем называть себя христианами. Все христиане верят, что Бог не только существует, но Он дает каждому рожденному человеку бессмертную душу. И веровать в собственное бессмертие – это не просто задача, это упование каждого крещенного во имя Отца и Сына и Святаго Духа человека. И вот сегодня мы еще раз услышали о том, что жизнь вечная существует, потому что, как сказал сам Иисус Христос, и пойдут праведники в жизнь вечную. Мы с вами, принимая крещение или за нас крестные, перед тем, как осветить человека этим святым таинством, читаем символ веры. Каждый христианин читает эту молитву ежедневно, а за божественной литургией эту молитву поют все собирающиеся вместе христиане, тем самым исповедуя то, о чем мы сегодня с вами услышим. Услышим сегодня с вами о страшном суде, о котором Святая Церковь напоминает всем верующим за одну неделю до Великого Поста. Она напоминает об этом не случайно, чтобы все живые не забывали о том, что грядет высший суд, и судья будет сам праведный Христос, Господь наш. Многие, кто делает свои первые шаги в православии, он, познакомившись с Евангелем, очень быстро усваивает, что Бог действительно есть, и Он есть любовь. Но сколько проходит времени, чтобы человек, который поверил в то, что Бог есть, и Он любовь, понял, что Он и праведный судья, который придет судить живых и мертвых, и именно эти слова каждый христианин повторяет ежедневно. Он исповедует свою веру в Того, который паки грядет судить живых и мертвых, Его же царствию, не будет конца. А так, как этот судья праведный, то праведным будет и его суд. Он не будет смотреть на то, кто какие имеет сокровища, богатства, которыми он мог откупиться, как думает это в мире. Бог справедлив, и Он не смотрит на лица, Он не смотрит на богатство человека, Он смотрит на его душу, на его сердце, на его поступки, на его дела, на его мысли. Поступать по правде должен каждый христианин. Он должен поступать по Евангелию, который должен читать. Он должен следовать тому, что прочитает. А прочитает он следующее. Сегодня Евангелист Матфей открывает нам, что после того, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, а я хочу еще раз посоветовать всем православным прочитать накануне Великого Поста 24 главу Евангелия от Матфея, где описаны все признаки пришествия Господа. Об этом и говорит сегодня Евангелист Матфей. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, прочитав только одну эту строчку, человек разумный уже должен понять, что Христос придет второй раз. И мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века, и верим в пакет, то есть снова грядущего, то есть мы каждый раз призываем в молитве вот это чувство ожидаемого прихода Христа Спасителя. Мы его чаем, мы ждем Господи, потому что мы любим Тебя, а кто любит Господа, тот хочет встречи, а кто не любит, тот боится и не желает этой встречи, и страшится, потому что приход для людей неверующих действительно будет страшным, а для людей верующих это будет радостной встречей с Господом, которого они ждали всю свою жизнь. И, конечно, многие убоятся, устрашатся и закричат, Господи, я теперь верую, я теперь знаю, что Ты есть, но теперь будет веровать уже поздно, уже поздно. Придется давать за прожитую жизнь уже ответ. Веровать надо тогда, когда Ты жил. Блаженный, сказал Христос Фоме, одному из учеников усомнившегося в воскресении Своем Христовом, Он сказал, блаженны те, которые не увидят, но уверуют, а Ты, Фома, поверил, потому что увидел. И когда Христос придет, то Он поставит, как сказано сегодня в Евангелии, отделив одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, поставит овец по правую сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. И дальше Он перечислит, потому что я был голоден, я был раздет, я был гоним, я был в темнице, я болел, и Вы пришли и посетили Меня, напоили Меня, дали Мне поесть, и те праведники удивятся, скажут, Господи, а когда мы видели Тебя страждущим в темнице, голодным, жаждущим, когда мы видели Тебя больным, и посетили Тебя, и скажет тогда праведный судья, все, что Вы сделали одному из меньших сих, братьев моих, Вы сделали Мне. Вот это удивительное свойство нашей христианской религии, которая отличает нашу веру от всех остальных конфессий, потому что ни в какой религии мира Бог не отождествляет себя с каждым человеком, с каждым, причем независимо, беден или богат, в темнице или на свободе, болен или здоров, Бог в каждом человеке. Вот почему христиане потихонечку начинают понимать, что кроме того, что Бог есть, Он еще и в образе каждого рядом со Мною находящегося. Мои жены, моих детей, моих друзей, моих братьев, сослуживцев, всех, кто окружает меня, в каждом есть образ и подобие Бога. Если мы этим братьям, если тем, кто окружает нас, мы стараемся делать добро, мы оказываем милосердие, значит, мы понимаем, что оказываем милосердие самому Христу, Богу нашему. Оказывается, мы, христиане, уже здесь, в этой земной жизни, можем оказать милость самому Христу, о чем сам Господь говорит, все, что вы сделали одному из меньших сих, вы сделали для меня и имени моего ради. Вот на какую высоту возводит Иисус Христос своих последователей. Подойдя, царь скажет другим, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелом его. Я в всякий раз, когда читаю эти слова, страх нападает на мою душу. Отойдите от меня, проклятые. Господи, какие страшные Ты сегодня произнес слова. А кто это, которых Ты отвергаешь и проклинаешь? Тех, которые, как Ты сам сказал, я алкал, и вы не дали мне есть, я жаждал, и вы не напоили меня, я был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня. Тогда скажут и те, Господи, а когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебя, тогда скажут им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одного из сих меньших, кто не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Сегодняшнее Евангелие открывает нам удивительную истину, что мало верить во Христа, нужны дела милосердной любви, потому что вера без дел мертва есть. Давайте, дорогие братья и сестры, задумаемся о том, о чем Святая Церковь напоминает нам, читая Святой Евангелие. Нет людей отверженных, есть те, которых мы с вами забыли. Нет тех, которые недостойны нашего внимания, есть те, которых мы лишаем своего внимания и заботы. А в каждом человеке образ и подобие самого Творца. Вот христианин, если поймет это, тогда он и страждущему поможет, и голодного накормит, и жаждущего напоит, и в темнице человека проведает, потому что в темнице сидят ведь не только одни падшие люди. В темнице сидел Иосиф Прекрасный, в темнице сидел Иоанн Креститель, в темницу был заключен и сам Христос перед своими страданиями. И поэтому тот, кто посещает заключенных людей, как образ и подобие Божие, он исполняет заповедь милосердной любви к страждущим. Тот, кто не бросает своих больных, родных и близких, а оказывает им милосердие, он оказывает милосердие самому Христу. Давайте не забывать, что мы живем в окружении людей, через которых на нас смотрит сам Христос. И мы можем с вами, поделившись, помочь, может быть, даже пожертвовав своим временем, оказать милосердие не страждущему, а самому распятому и воскресшему за нас Иисусу Христу. Да поможет нам в этом Господь понять самое главное, что Он грядет, и суд, и возмездие Его с Ним. А наша задача – оказать милость тем, кто в этой милости нуждается. Вот почему тогда-то мы и поймем, что значит блаженные, милостивые, ибо те, как сказал сам Христос, помилованы будут. Аминь.